Здравствуйте! Россияне могли потерять свыше 50 миллиардов рублей при смене пенсионного фонда. Об этом пишет коммерсант со ссылкой на предварительные данные ПФР. Причина – непонимание принципов перевода денег и досрочный переход. По законодательству, россияне могут перейти из одного фонда в другой без потери дохода только раз в пять лет. В ином случае теряются накопленные проценты. Так, в 2017 году более двух миллионов человек, так называемых «молчунов», перешли из государственного пенсионного фонда в негосударственные и потеряли на этом около 34 миллиардов рублей инвестиционного дохода. Примерно столько же потеряли граждане при досрочном переходе из одного негосударственного фонда в другой негосударственный. В 2018 году, по прогнозам аналитиков, ущерб может оказаться еще больше. Поэтому эксперты советуют учитывать этот фактор. Задолженность по зарплате в Пермском крае увеличилась более чем на треть. По данным Пермстата, на 1 марта 2018 года суммарная задолженность составила 12 миллионов 900 тысяч рублей. За месяц этот показатель вырос на 35%. Наибольший объем просроченной задолженности почти половина приходится на организации обрабатывающих производств. Численность работников, которым задолжали работодатели, составила 968 человек. В расчете на одного сотрудника средняя сумма долга – 13 300 рублей. Больше всего должны жителям Кунгура более 6 миллионов рублей. Молочный рынок России ждет масштабная проверка. Как сообщает РБК, вице-премьер Аркадий Дворкович поручил до 26 марта проверить качество молочной продукции на российском рынке. Россельхознадзоры, Роспотребнадзоры и Роскачество закупят в магазинах молоко, сливочное масло и творог и исследуют образцы в лабораториях. Например, Роспотребнадзор проверит наличие растительных компонентов в готовой продукции. Задача такого контроля – определить долю фальсификата на рынке. В Министерстве сельского хозяйства Прикамя заявили РБК Перем о поддержке федеральной инициативы. Чем больше уберут с полки и фальсификаты, тем выше спрос будет на качественную продукцию, отмечают в ведомстве. Россияне избавляются от подарков, полученных на 23 февраля и 8 марта. К такому выводу пришли сотрудники сайта Юла на основе своей статистики. По данным сервиса, после гендерных праздников был зафиксирован рост числа предложения продажи. 25 февраля среди продавцов на 20% выросло число мужчин, 9 марта наоборот активизировались и женщины. Дамы предлагали товары для дома и дачи, бытовую технику, товары для красоты и здоровья, а также автомобильные аксессуары. Также после праздников активно распродавались предметы гардероба. Сложнее всего оказалось угадать с подарками младшим членам семьи. Детских товаров 9 марта продавали на 70% больше, чем днем раньше, а в категории детский гардероб рост составил рекордные 105%. Курсы валют на 17 марта – доллар 57,49 руб., евро 70,80 руб. На этом у меня все. Удачи в делах!